Я сейчас не жду роста, по одной причине, что текущий рост был на ожиданиях высоких дивидендов Сбербанка. Они фактически 11 мая закроются. И еще новости. На просторах интернета обнаружен интереснейший финансовый телеграм-канал аналитика Андрея Верникова. Ссылку на него можно найти в описании к этому ролику. Еще раз здравствуйте. Хотел спросить вас, какие тенденции в российской экономике могут быть до конца года, в следующем году? Я, насколько я понимаю, наши власти экономические ждут роста, порядка 2% и даже чуть побольше в следующем году. Вы имеете в виду 23-й год, Андрей? Ну да, 24-й год. 24-й год, сложно загадывать, что там будет. Поговорим, а тогда в 23-м... Давайте поговорим. Я не готов делать прогнозы на 24-й год. То есть, откуда берут цифры все прогнозисты подобного рода, для меня всегда является тайной с этими печатями. А если говорить о 23-м году, то последние цифры ВВП за апрель, хотя, конечно, промежущие цифры, они всегда немножко корректные, показывают падение, так сказать, год к году, за март, прошу прощения, на 1,1%. Сейчас произойдет резкое снижение базы, и поэтому мы начнем показывать рост там 3-4%. И если у нас, скажем так, ничего не изменится с точки зрения цен на нефть или промышленного производства, то как раз мы выходим на конец года на рост ВВП в реальных, подчеркиваю, ценах, с учетом инфляции, примерно на 2-2,5%. Те прогнозы о 6%, которые я давал вам в прошлый раз, ну, во-первых, они были не мои, но вот мой расчет, скажем так, показывает, что они были слишком оптимистичны. Реальный показатель будет 2-2,5%. Если говорить о стабильной ситуации, ну, у нас есть такая терра инкогнито для нас, это промышленное производство, потому что мы знаем, что сейчас идут военные расходы, которые могут его резко поднять по каким-то цифрам в какой-то момент времени, соответственно, те 2-2,5%, которые я говорю, они поднимутся. Поднимутся, могут быть какие-то проблемы, связанные в обратную сторону, связанные с падением производства чего-либо, все-таки мы должны понимать, что потребительский спрос у нас снизился, вот, и вдруг у нас там упадет производство каких-то изделий потребительского сектора, то вот зависит от этой ситуации, может быть колебание в пределах плюс-минус 1%. Но реально сегодня динамика прошлого года, реальная динамика этого года показывает, что мы идем в среднем на 2-2,5% роста реального ВВП, подчеркиваю, реального, не номинального. А номинальный будет, действительно, выше, у нас есть инфляция, которая, на мой взгляд, все-таки подрастет по сравнению с первыми четырьмя месяцами этого года. Это вот что касается макроэкономики. И я думаю, что в этих ситуациях, если не будет влияния геополитики, наш рынок, по крайней мере, имеет все шансы осенью, подчеркиваю, осенью подрастить. Сейчас я не жду... Фондовый рынок? Фондовый рынок. Сейчас я не жду роста, по одной причине, что текущий рост был на ожиданиях высоких дивидендов Сбербанка. Они фактически 11 мая закроются, реестр, и пока драйверов на лето я не вижу. Ну, подчеркиваю, это все мои прогнозы при стабильной геополитике. У нас могут быть с этой стороны как положительные, так и отрицательные новости, которые могут изменить все, что угодно. Но, кстати говоря, они могут изменить с точки зрения рынка, а с точки зрения ВВП они не изменят ничего. Понятно. То есть мне можно уходить в отпуск и осень приходить? Безусловно. Спасибо большое.